В том, что у нас не получается пока темпов нужного экономического роста. Вот каким-то образом мы не ожидали, что... Слушай, ну это логично, ведь мы завязаны на экспорте. Нет, разумеется, я... А если снаружи не покупают? Я просто к чему, что ведь никакого сюрприза на внешних рынках не произошло. Все абсолютно оценки, которые были, оценки Министерства экономического развития России, и оценки МВФ, оценки Мирового банка с World Economic Outlook, оценки, я не знаю, даже вот этого антикризисного, точнее, Евразийского банка развития, который является управляющим антикризисного фонда, который нас кредитует, они все крутились вокруг того, что мировая экономика будет расти примерно 3-3,5%, примерно так же вырастет Россия. Почему вдруг почти в 3 раза мы должны были вырасти сильнее, было, в общем, довольно странно. И вот неожиданно оказалось, что, ой, какое чудо, значит, вот эти все прогнозы, о которых я говорил, они неожиданно исполняются, и это, очевидно, стало для нас определенным сюрпризом. Вот, и вот, как я уже говорил, вот ситуация в странных наших торговых партнерах, которая очень долго, значит, обсуждается, вот она, значит... Скорее наоборот, то, что выдавалось не за чудо, а за какое-то логичное развитие событий, не происходит. Ну да. Вот, я просто к чему, что довольно... Ну, то есть, я же уже рассказывал эту вещь о том, что планы-то на 13-й год, они... Ну, у нас просто есть технологии, вот в частности, буквально я где-то уже сейчас, я думаю, что должны пойти утечки относительно планов социально-экономического развития на 14-й год, потому что, значит, по технологии, как раз где-то примерно конец мая, это когда три основных наших ведомства, отвечающих за, собственно, составление этих планов, то есть Минэкономики, который считает по своим предприятиям потребности в ресурсах, он в Минфин это дело представляет, значит, это вот концепция, основные параметры того, что будет с реальным сектором экономики. Это где-то конец мая, значит, тоже 20-е числа мая, это Минфин, основные направления налогово-бюджетной политики, и Носбанк тоже примерно, значит, середина 20-х чисел мая, это основные, главные параметры денежно-кредитной политики. То бишь, уже где-то сейчас они должны передаваться на согласование, соответственно, какие-то эти параметры должны быть. Я просто к чему? Что примерно то же самое было и в прошлом году, а в прошлом году тогда еще работала вот эта волшебная схема инновационных растворителей и разбавителей, и, естественно, наши думали, что, в общем, она и дальше будет таким образом продолжаться. Вот. Чего, в общем, не случилось. Ну, и поэтому в какой-то степени, в общем, сюрприз случился совсем не с внешним миром, а с тем, что вот эта наша, как сказать, предприимчивость, хотя год предприимчивости у нас закончился, да, инновационность, она как бы прекратила долго жить. Да, так вот, что особенно важно. Значит, когда я говорил о, значит, докризисной модели экономики, собственно, речь идет о чем? Что ведь главным-то завоеванием и главным результатом, собственно, результатом девальвации, который, ну, в действительности, это даже, строго говоря, неправильно называть девальвацией. Девальвация у нас была в мае, а в октябре, по факту, у нас был переход к плавающему валютному курсу. Да, он сопровождался корректировкой этого курса, но это было уже рыночное неадминистративное решение. Иными словами, примерно вот рынок нашел равновесное состояние, причем ты помнишь, там довольно серьезные были колебания, пока он не успокоился вблизи, вот чуть ниже 9 тысяч белорусских рублей за доллар. 8600 там было сразу же, потом 9300. Потом было 9, потом было 7200, и потом вот, как бы, там довольно серьезные такие были, как бы, такие, ну, то, что классически называется автошоком, когда после землетрясения, да, происходят вот такие, какие-то затухающие толчки, и это вот примерно то, что мы наблюдали. Вот, так вот, если в прошлом году основной вклад в рост ВВП давал экспорт, чистый экспорт имеется в виду, то бишь экспорт минус импорт, вот, значит, причем его вклад в 2012 году был, точнее, ну, сопоставимый период, который мы сейчас считаем, да, по первому кварталу, он был порядка, ну, больше 15 процентов, то бишь это, так сказать, в выражении имеется в виду именно процентных пунктов, то есть понятно, что темпы экономического роста были ниже за счет того, что как раз-таки внутренний спрос сокращался процентов на 8. То есть вот, значит, это дело как-то таким, таким образом балансировалось. Что произошло, значит, в третьем квартале? В третьем квартале этот эффект прошлого года, значит, эффект вложения, ну, так сказать, вклада экспорта, значит, он стал отрицательным, а в четвертом квартале мы даже получили на самом деле снижение ВВП, то есть это, ну, так сказать, сейчас уже, в общем, статистика признается. Вот, я имею в виду снижение к третьему кварталу, да, по-моему. Вот, так вот, сейчас он у нас, чисто экспорт отрицательный, минус 6,7, а внутренний спрос, значит, напротив, плюс 12,4 процентных пунктов вклад в рост ВВП. То бишь, это совершенно противоположная картина. Вот, значит, ну, понятно, что эти цифры не должны, то есть это не единственные компоненты, из которых это ВВП складывается. Вот, там есть еще, естественно, воловое накопление, то есть помимо чистого потребления, помимо чистого экспорта, да, и, ну, есть то, что называется ошибки и пропусти. Ну, хорошо, понятно, что плохо, что экспорт сокращается. Нет, 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 вот момент-то ведь, еще раз говорю, момент-то ведь вот какой, что, во-первых, стало понятно, что, ну, не зря этих первых 15 страниц посвящены динамике внешних рынков, потому что, в общем, каким-то образом же надо объяснять, почему у нас, вот, значит, с экспортом и импортом такая ситуация. Вот, тем более, что у нас, значит, что получилось у нас, значит, первые месяцы 13-го года там в общем и целом и физическом, и в ценовом выражении упал и экспорт, и импорт. То бишь, получилось, что объем внешней торговли сократился суммарно. Но при этом, естественно, получилось, что, ну, темпы падения экспорта, темпы падения экспорта, да, они превышали темпы сокращения импорта. Вот. То есть, о чем идет речь? Если где-то, ну, когда, дай бог памяти, по-моему, в начале января 2011-го года, когда было первое совещание, значит, президента с вновь назначенным правительством, которое было назначено еще, по-моему, до выборов или там сразу после выборов, я точно не помню, но это конец был 10-го года. Вот. Где он говорил о том, что вот мы должны развиваться по модели экспортно-ориентированных государств. Вот. У нас и раньше этот лозунг звучал, но мы, в общем, не были никогда, строго говоря, экспортно-ориентированным государством, потому что мы были, на самом деле, импортозависимым государством. Мы финансировали экономический рост за счет, значит, стимулирования внутренних доходов, в частности, ну, то есть внутреннее употребление путем роста доходов домохозяйств, на счет потребительских, соответственно, расходов, вот, и за счет то, что, в общем, давно делали и весьма, как бы, успешно, в том смысле, что это то, то, что находилось полностью в руках государства, это финансирование инвестиций в рамках госпрограмм, то бишь это вот государственно направляемые деньги. Формально это были коммерческие кредиты, фактически это были, в общем, директивные кредитования. Вот. И таким образом, фактически, главным драйвером роста был внутренний спрос. Вот. И как раз такие превышения, вот, внутреннего, значит, нашего потребления, в данном случае, и инвестиций тоже над внутренними источниками, и создавало вот этот дисбаланс, который так или иначе надо было чем-то закрывать. И когда эта дырка, значит, финансирования достигла таких размеров, когда ее уже не за счет чего было финансировать, то есть потребность финансирования была порядка, там, 5 миллиардов долларов ежегодно, и резервы примерно составляли, там, эту же величину, даже меньше 4,5 к тому времени. Понятно было, что, в общем, рано или поздно, так сказать, ребалансировка должна произойти. Что случилось, значит, соответственно, где-то примерно весной 2011 года? Внезапно оказалось, что, ну, просто целительное воздействие оказало, даже не девальвация, которая была официальная, а фактически то, что, оправившись от шока, люди, как, значит, частные лица домохозяйства, так и коммерческие предприятия, они нашли способ, значит, при том, что официально рынок, в общем, был закрыт, как рынок белорусской валютно-фондовой биржи для частных предприятий, то есть валюта была недоступна, так и для населения. Нашли обходные пути, в частности, это сайт, который напоминал, да, фамилию тогдашнего главы председателя Национального банка, и вернулись к старым схемам еще из 90-х годов, конвертации через кофсчета иностранных банков, главным образом прибалтийских. То бишь, иными словами, бизнес уже получил возможность работать по... По адекватной схеме. Значит, да, понятно, что она и то, и то, в общем, содержала в себе серые, как бы, части, да, в этой цепочке, но, тем не менее, по крайней мере, деловая активность восстановилась и восстановилась по тому курсу, который на тот момент можно было считать рыночным. И это оказало просто, ну... Слушай, ну мы такой бэкграунд подвели к этому отчету Несбанка, вот, надо все-таки про него что-то сказать, мне кажется. Я же, понимаешь, про что и говорю, что, значит, главным-то выводом было, что в тот момент оказалось, причем, я еще раз подчеркиваю, это заранее, ну, то есть это предсказать было сложно, потому что действительно мы серьезная импортозависимая страна, и действительно у нас довольно большая доля импортной составляющей в нашем экспорте. Вопрос был, фактически, об соотношении эластичности по цене, то бишь по курсу в данном случае, того, что произойдет, когда произойдет резкая корректировка курса, насколько сократится импорт, насколько вырастет экспорт, да. Получилось, что результат был ошеломляющим. Если ты помнишь, то со складов сметали все, даже обувь нашу белорусскую, значит, которая сейчас, как мы знаем, по-моему, рекордсмен из отраслей, значит, из тех, у которых вот складские запасы, ну, по соотношению с объемом месячного производства, там что-то порядка 260, что-то так, процентов от ежемесячного производства, по-моему, больше только там в отдельных каких-то отраслей легкой промышленности, что-то текстильной, что-то такое, вот, и, ну, то есть они точно где-то вот на первом-втором месте. В тройке. Да, ну, даже на первом-втором месте, я уверен. Вот. Потому что на третьем там идут машины и оборудование. Так вот, что происходит сейчас? Значит, мы фактически, значит, став на тот момент действительно страной, которая действительно была экспортно-ориентированной, значит, в настоящий момент восстанавливаем структуру ВВП, который был в докризисное время. Здесь вот что на самом деле крайне важно иметь в виду, ведь что такое в действительности модель экспортно-ориентированного роста? Мало кто, в общем, до конца у нас эту, как бы, этот лозунг расшифровывал, но надо понимать, как бы, в действительности, что он под собой означает. Это вовсе не есть сильно хорошо для всех внутри этой страны, потому что, когда речь идет о том, чтобы стимулировать, что такое стимулировать экспорт? Это фактически стимулировать внешнее потребление. Иными словами, то, что мы производим, должны потреблять за границей, значит, не мы сами. И очень часто, и, как правило, я бы даже сказал, почти всегда, вот, в частности, у нас же любят ссылаться на китайский опыт, это делается путем искусственного сдерживания внутреннего спроса. И вот что интересно, почти все отчеты, которые шли, вот, аналогичные отчеты, когда говорилось о достигнутых некоторых успехах после, вот, собственно, случившегося перехода на плавающий валютный курс, везде говорилось, что одним из важных факторов стабилизации была целенаправленная политика на сокращение внутреннего спроса, которая и обеспечила, собственно, вот то, что можно назвать экспортной ориентирностью. Мы снова сейчас становимся страной импортозависимой. Причем, что интересно, значит, ну, у нас вообще получается так, что... Внутренний спрос же растет сейчас. Вот именно что. Причем растет, я бы даже сказал, там, весьма ослабляющими темпами, да. То есть там, если смотреть год к году, порядка 25%, значит, при прогнозам на этот год что-то около 6. То есть превышение темпов в разы. И, разумеется, а у нас вообще потребительское поведение домохозяйства очень четкое. То есть как только у нас на руках оказывается больше денег, моментально спрос смещается в более дорогой сегмент. То бишь, как я уже говорил, у нас такое ощущение, что наши белорусские товары это вот такой классический товар эгифина. То есть когда потребление их увеличивается в результате уменьшения, ну, так сказать, ухудшения бюджетных ограничений, да. Чем меньше денег, тем больше... Да, так вот интересно, что статистика, если смотреть по товарным группам, то главным образом рост идет не по продовольственному импорту, где, хотя он тоже довольно сильно заметен, ну, я не знаю, я, по крайней мере, вот по пиву. По пиву это очень четко вижу, потому что если раньше, скажем, допустим, литовское пиво довольно существенно отличалось по цене, и редко его можно было встретить, кроме там каких-то... Специально. С магазином, где... С заправок, магазином. Да, 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 там, ну, каких-то гипермаркетах, где там, включая вообще премиальные там импортные сорта находились. Вот, то сейчас это практически в любом гастрономии тот же, там, Швиттерис, ну, тот же Карсберг, по сути, как и наша Оливария, в общем, он находится теперь почти везде. То есть по продовольственным товарам это тоже заметно. Но основное это, конечно, значит, товары непродовольственные, и там, в общем, ну, рост очень серьезный. Там по позициям сложной бытовой техники, по, там, стиральным машинам, телевизорам, там, и так далее, то есть это просто, ну, видно очень четко. То есть если у нас доля импорта была год назад по стиральным машинам 32%, а сейчас более 50%. То есть это рост почти двукратный, и по телевизорам там вообще ужас. Там и так было около 60%, стало около 80%. То есть, ну, казалось бы, куда уж больше, а вот оказывается, что еще... Такая белорусы непатриотичная нация, да, им дают побольше денег, они сразу начинают покупать импортные товары. Видишь, я думаю, что это как раз связано не с тем, что белорусы непатриотичная нация, а в том, что белорусские товары по определению воспринимаются как, ну, вот inferior goods, то есть товары худшего качества. Не, ну, хорошо, ну и пусть, ну пусть Лада Калина сломалась. Ну, это же наша Лада Калина, там, да, ну и пусть телевизор «Горизонт» это там. Я не уверен, что такие патриотические призывы, они когда-либо работали, где бы то ни было. Вот, я просто к тому, что, значит, да, так вот, это мы говорили про потребительский спрос, но и то же самое происходит и с спросом инвестиционным, особенно в рамках, вот, начавшейся, значит, нашей этой самой комплексной, как теперь уже постоянно подчеркивают. Я все-таки настаиваю на том, что этот эпитет, значит, определяющее слово появилось в результате того, как я последовательно говорил о том, что, ну, ребята, вы же понимаете, это только как технологическую модернизацию. Нет, она теперь называется комплексной. Есть как это комплекс модернизации. Ну, да, как и Дипов комплекс модернизации, вот. И там тоже, в общем, как бы рост достаточно существенный, то есть там до сих пор мы стоим примерно плюс 12% год к году, это очень-очень все заметно, при том, что, как обычно, у нас основным, куда деньги идут, это вложение в основной капитал, а именно в строительно-монтажные работы, то бишь это не вполне инвестиции. Вот. Соответственно, значит, да, так вот еще один такой момент. Пока это все, в общем, вопрос только в том, каковы, то есть, есть ли дисбалансы, какова их величина. Значит, ну, понятно, что главным показателем этих самых дисбалансов является дефицит платежного баланса. Вот. Платежный баланс у нас сводится довольно медленно, сейчас есть данные только первых двух месяцев. Вот. Там общий дефицит порядка где-то около, дай бог памяти, чуть меньше 400 миллионов долларов. Вот. Все-таки дефицит. Да. На самом деле, если считать его, то есть, ну, это же только первых два месяца, и это же будет идти как, то есть, это не поток, это запас, он будет накапливаться. Соответственно, если исходить даже из их не сильно реалистичного прогноза, их не сильно реалистичный прогноз предполагает 8,5% рост до, в номинальном выражении, значит, при том курсе, который они считают средним, а он, похоже, такой и будет, около 75 миллиардов долларов, то в итоге мы получаем порядка 4% с копейками, значит, дефицит текущего счета. Вот. Это довольно много, в том плане, что, то есть, где-то по тенденции мы получаем более 5 миллиардов долларов, вот, собственно, величину финансирования, которую нужно закрывать. Ну, то есть, понятно, что это баланс, поэтому, если у тебя есть где-то дефицит, значит, где-то должен быть приток для того, да, совершенно верно. То есть, ты должен эту дырку, так или иначе, где-то средства найти. Ну, Райш ведь говорили, что нужно 2 миллиарда на год постоянно. Значит, я сейчас объясню, как они, значит, это все считают. Так вот, те же самые, ну, пока, как видишь, в общем, все в порядке, потому что первые два месяца минус 400, поступление по статье финансирования 440, первый транш антикризисного фонда. Это не первая, а как предпоследие. Ну, я имею в виду в этом году первый из двух. Вот. То бишь, будет еще только один. Значит, пока мы, значит, эту дырку закрываем. Более того, у нас сейчас ситуация такова, что и на валютном рынке, в общем, относительное спокойствие связано с тем, что с февраля, в январе, еще население было нетто-покупателем валюты, с февраля население нетто-продавец валюты. Ну, я думаю, что это, в общем, легко объяснимо. Это связано с тем, что просто, как сказать, ну, не выдержали нервы тех, кто напряженно ждал, когда же новый кризис разразится, и, в общем, боялся в белорусский рубль возвращаться. И в сочетании с наблюдением о том, как на них показывают пальцем те, кто уже находился в белорусских... Ну, сам понимаешь, эмоциональный дискомфорт от этого, он рано или поздно становится довольно невыносимым. Вот, как обычно. Вот, и тогда, собственно, уже последние... Скептики пошли сдавать доллары. Совершенно верно. Особенно с учетом того, что начался заметный прямо на глазах процесс снижения этих самых процентных ставок. Соответственно, задача была вложиться... Успеть. Да, в последний момент. Вот. За счет чего берется эти 5 миллиардов долларов? Помимо всего прочего, туда включается, как несложно догадаться, 4,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, запланированные на этот год. Значит, насколько эта цифра реалистична? Ну, я уже много раз говорил, насколько. Вот. Пока, значит, по тенденции, вот буквально свежий был статистический сборник, пока они насчитали прямых иностранных инвестиций полтора миллиарда долларов за квартал. То бишь... Вполне себе. Да. Если только не... Если умножить на 4. Нет-нет-нет, если только не вдаваться в детали, а дьявол, как всегда, в этих деталях и кроется, значит, секрет заключается в том, что в одном только месяце было порядка почти миллиард, там, 900 с копейками, было зачтено, это, опять же, бухгалтерский эффект, зачтены, ну, то, что называется, реинвестированные прибыли существующих иностранных и совместных предприятиях, уже действующих на территории Беларуси, которые просто не были репатриированы, просто они остались в этом предприятии. Ну, соответственно, по статистике они зачитываются как иностранные инвестиции, то бишь, прибыли заработанные в это же предприятие были вложены. Хотя, на самом деле, деньги никуда не шли. И у нас львиная доля вот таких вот реинвестированных прибыли, на самом деле, прямые иностранные инвестиции, потому что создание новых производств не происходит. Иными словами, из этих полутора, это вот зачисленные результаты прошлого года в течение одного месяца. Значит, там по тенденции ситуация относительно хуже. Момент какой? Даже не это является в определенной степени угрозой, потому что, как я уже говорил, есть такой очень четкий психологический момент, кризис следующий никогда не повторяет предыдущий. Почему? Потому что так или иначе, как генералы готовятся всегда к прошлой войне, так всегда экономические власти готовятся к прошлому кризису. И в процессе попыток избежать старых ошибок они наделывают новых. Провоцируют новых. Да, совершенно верно. Так вот, значит, что получается? Довольно интересная ситуация происходит на денежном рынке, а именно то, ну, то есть, вот интересно смотреть за тем, насколько управляема ситуация теми, кто, в общем, ей должен управлять. Ну, во-первых, случилась достаточно такая, ну, не сказать беспрецедентная, но событие, а именно вот 22 мая произошел аукцион по размещению краткосрочных облигаций Национального банка, который не происходил 9 месяцев. То бишь, что случилось? Значит, у нас ситуация была примерно до осени прошлого года, ситуация избыточной ликвидности. Ты помнишь, там все время с ней боролись, говорили о том, что это для нас угроза, мол, приток иностранного капитала, спекулятивного, привлеченного высокими ставками по рублевым инструментам в нашей экономике и так далее. В общем, что-то там пытались с этим делать. В итоге сделали, создали искусственный кризис ликвидности, который одновременно помог преодолеть валютную панику, которая была в сентябре-октябре. И до февраля у нас была ситуация недостатка ликвидности. Начиная с февраля, мы снова возвращаемся в ситуацию избыточной ликвидности. Это очень четко видно по ставкам на Межбанке, когда они, вот как только избыточная ликвидность, они тут же ложатся на нижнюю процентную ставку, значит, операции по изъятию, то бишь вот этих вот одневных депозитов Национального банка. Сейчас это 17%. То есть она один раз понижалась, ставка рефинансирования понижалась дважды, а эта ставка понижалась один раз. И вот она 17%, по ним сейчас деньги можно найти. Так вот, речь идет о чем, что получается, что стандартные операции изъятия ликвидности, они не уменьшают, значит, эту избыточную ликвидность. Значит, более того, 22 число, это само по себе довольно интересный момент, потому что 22 число, это окончание налоговых дней, после которых, по идее, можно видеть, что, как правило, ликвидность в системе сокращается. Этого не случилось. То есть речь идет о том, что, более того, как правило, количество свободных денег уменьшается в результате пассивных работ всей вот этой вот весенней, значит, активности в сельском хозяйстве. Не произошло этого. Вот. Более того, что интересно, остатки на счетах, значит, коммерческих банков в Национальном, в результате даже этой операции практически не изменились, несмотря на то, что, значит, привлекли там 2 с копейками, 2,6 триллиона белорусских рублей. Вот. То бишь, это означает, что, в общем, во-первых, Национальный банк видит, что ситуация не сильно как бы улучшается. Возвратился к тем операциям, это уже достаточно серьезные вещи, значит, все равно этого не получается. Размер этой избыточной ликвидности примерно порядка, ну, так, это оценочная вещь, ну, если там суммировать то, что, как бы, различные позиции, которых есть, порядка 10 триллионов белорусских рублей, что примерно соответствует пику вот этой избыточной ликвидности, когда у нас был год назад, когда мы это называли угрозой для нашей, значит, финансовой стабильности. Сейчас мы это угрозой не называем, ну, потому что, в общем, как бы научились более-менее с этим справляться. Ну, я к чему, что вот один из примеров того, что процентная ставка и ставка рефинансирования не сильно становится инструментом денежно-кредитной политики, да. А откуда эти деньги берутся? Ну, помимо очевидных, как бы, обычных подозреваемых, ну, в частности, Национальный банк все время говорит, ну, мы же валюту покупаем, соответственно, мы же за что-то покупаем. Мы рисуем на счетах коммерческих банков рубли, ну, создаем их фактически в экономике за счет покупки этой национальной валюты, ну, то есть избыточного предложения, потому что что, то есть все резиденты в настоящий момент продавцы иностранной валюты. Ну, плюс при том... Ну, люди же сейчас тоже продавцы. Да, 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 я именно об этом и говорю. Вот, но, помимо всего прочего, конечно же, основной момент это активность Минфина, это вот именно финансирование этих самых госпрограмм. И вот тут-то как раз, вот глубоко-глубоко в этом отчете, значит, запрятана наиболее интересная вещь, а именно, значит, когда они оценивают то, что они называют такое у них понятие как разрыв, а именно есть, ну, там, модель неких, значит, равновесных параметров, то бишь, скажем, вот равновесные темпы роста экономики, вот равновесные темпы роста кредита, вот там примерно там равновесный уровень реального эффективного обменного курса рубля, да. Вот, ну и, соответственно, насколько они отличаются и по тем или иным причинам. Так вот, несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже по сравнению с последними месяцами прошлого года, по объективным параметрам денежно-кредитная политика оказалась жестче, значит, несмотря на снижение этих двухпроцентных ставок, получается, что в действительности разрыв по кредиту, ну или, иными словами, размер кредита экономики по сравнению с тем, который они считают равновесным по своим моделям, он становится впервые, фактически с 2012, всего 2012 года становится положительным. То бишь, его больше, чем должно было бы быть в случае, если бы все, так сказать, экономические агенты велись так, как, в общем, предполагается. Что это значит? И вот, а вот это вот самый интересный момент. Фокус-то в чем? От чего зависит объем выданных кредитов? Ну, понятно, что спросом на них, но фокус-то в чем? Этот спрос зависит, по идее, от жесткости денежно-кредитной политики. Насколько сложно получить кредит как по условиям его предоставления, так и по процентной ставке, то есть по стоимости ресурсов. То есть если кредит получить тяжело, то их выдаются приблизительно столько же, сколько вот нужно? Ну, примерно. Так вот. А если легко? Нет, нет, а вот тут как раз интересный момент. И то, что как раз-таки Нацбанк фактически так очень аккуратно, с горечью говорит о том, что мы, то есть эффективность нашей денежно-кредитной политики становится все меньше. Почему? Потому что на что они не влияют? Это кредиты, выданные в иностранной валюте, и кредиты, выданные в рамках госпрограмм, которые нечувствительны к ставке рефинансирования, которая определяется по рублевым инструментам. Но они ниже, да? Раз, а ставка по кредитам в рамках вот этой госпрограммы, в рамках этой самой модернизации, по большому счету, у нас может быть эффективной ноль. По многим там, ну там нужно собрать массу всяких разрешений, благоволений, там одобрений бизнес-плана и всего остального, экспертизы. Но в конечном счете можно эти деньги получить вполне себе бесплатно. Иными словами, если ты уже включен в некий перечень, то ты эти деньги получишь, независимо от того, какова в данный момент денежно-кредитная политика Национального банка. И это как раз говорит о том, что сегмент, на котором она еще остается действенной, а какой он? Ведь кто у нас основные потребители кредитов в иностранной валюте и рецепиенты кредитов в рамках госпрограммы. Это госпредприятие. Это же очевидно. Это естественно. Это же госпрограмма. Абсолютно точно. И понятно совершенно, что в результате происходит то, о чем я говорил, что компенсируя неэффективность на сегменте государственном, происходит избыточное ужесточение политики для частного сектора. То есть их деловая активность подавляется. Государственные предприятия взяли сейчас в рамках госпрограммы даже больше кредитов, чем рассчитывал Минфин. Ну, чем рассчитывал Назбанк, на самом деле. Чем рассчитывал Назбанк. Минфин, наверняка, мог рассчитывать и на большее. Да. Так вот, я, значит, вывод какой. То есть совершенно четко мы снова, в общем, ту модель, которая у нас получилась после перехода на плавающий курс, мы ее уже оставили. Все, ее нет. Мы снова работаем по старой схеме, значит, драйвером роста является внутреннее потребление, которое, значит, равно сумме, значит, инвестиционного и потребительского спроса. Вот. Причем и там, и там рост больше ожидаемого, с одной стороны, потому что мы, значит, наращивали доходы больше, чем по плану, а с другой стороны, потому что вот у нас теперь новая фишка комплексная модернизация, значит, соответственно, в рамках ее эти ресурсы и осваиваются. Соответственно, очевидно, что главной угрозой является давление на импорт, как потребительский, так и инвестиционный. Соответственно, потенциальное ухудшение ситуации с платежным балансом, соответственно, с торговым и, соответственно, с текущим счетом платежного баланса, соответственно, вопрос. То есть вот эти 4% от ВВП, я думаю, что по тенденции даже будет больше. Это несколько больше, чем ожидали почти все. Я думал, что в пределах 3% мы этот год, наверное, сможем свести. Похоже, что уже будет больше. Вот. С учетом того, что, значит, финансирование, потребность финансирования порядка 5 миллиардов, соответственно, и исходя из того, что, видимо, 4,5 прямых иностранных инвестиций, значит, никаких не будет, значит, необходимо где-то эту дырку находить, что означает, что либо внешние займы, либо, значит, трата золотых резервов, вот, либо третий вариант, который, как всегда, остается, это корректировка в виде девальвации. И вот тут как раз проблема большая. Почему? Потому что похоже, опять же, это еще пока только гипотеза, но похоже, что у нас немножко поменялась и структура экономики. То бишь, я что имею в виду? Когда мы все время говорили о том, что без серьезных структурных изменений ситуацию не улучшить, имелось в виду, какие структурные изменения? Такие, которые бы действительно повышали бы эффективность нормальных рыночных способов регулирования этой самой экономики, управления ей. В частности, например, это единые условия хозяйствования как государственных, так и частных предприятий. По одним и тем же правилам. В действительности мы видим, и я только что об этом сказал, что идет как раз движение в противоположном направлении. Структурные изменения происходят, но со знаком минус. Неравенство положения частного и государственного сектора становится сильнее. Тем самым, как даже Национальный банк вынужден признать эффективность их денежно-кредитной политики уменьшается. Слушай, но есть ведь еще приватизация? Сейчас, да. Я просто к чему веду. Что в этих условиях, а еще и в условиях, когда первые 15 страниц этого ежемесячного аналитического отчета, как бы внешний спрос, в общем, особо никакий там, пожалуй, на него там сильно рассчитывать не приходится. Там, кстати, довольно интересный момент. У нас резкий рост в физическом выражении, например, калийных удобрений. Вот то, за счет чего мы сейчас вытягиваем в плюс внешнеторговое сальдо, при том, что в ценовом параметре они снижаются. То есть там примерно плюс почти 40% в физическом выражении и по ценам там больше 10%. То есть удобрения дешевеют, но их продается больше и за счет этого мы... Ну, то есть, грубо говоря, получается, что берем валом. Не, ну это не так уж и плохо. Несомненно, когда... Главное взять валом, ценой. Совершенно верно. Вот, но фокус в том, что там почти ничего больше, кроме этого, не растет. Там еще и азотное удобрение относительно нормально себя чувствует, там тоже хороший рост. Ну, а по всему остальному там, в общем, проблемы. Вот, и по МАЗу, в общем, тоже, кстати говоря, буквально недавно был отчет о том, что рынок, значит, сокращается примерно там чуть больше, чем на 20%. Вот, так. Возвращаясь к, значит, возможной девальвации, она на самом деле во многом похожа, что тоже уже не вполне нормальное решение, потому что именно из-за того, что структурно наша экономика становится хуже, чем была, даже несмотря на то, что как бы сменился валютный режим, да. Вот, это означает, что, видимо, вот это вот соотношение, о котором я говорил, эластичности спроса импорта и экспорта от курса изменилось таким образом, что эффекта девальвации становится все меньше. Это пока только модельные подсчеты. Я так понимаю, что это именно вот эта эконометрическая модель, значит, ИПМ и Беррока, они вот как раз к этому выводу пришли, что, ну, а что это означает? Это означает, что для там аналогичной корректировки текущего счета потребуется, ну, пропорционально больше как бы шок девальвационный. Понятно, что это неприемлемое решение экономически и политически. То есть, если мы становимся импортно-ориентированной страной, то для нас девальвация – это не совсем корректная страна. Если бы мы были экспортно-ориентированы, то она, безусловно, решала какие-то проблемы, потому что на экспорт наши продукты становились бы дешевле. Нет, понимаешь, фокус в том, что НАТО всегда решает проблему. Вопрос только в том, на каком уровне это равновесие восстанавливается. Вот, и похоже, что теперь, если такого же размера дисбалансы будут, то как бы и девальвация понадобится больше именно в силу того, что изменились структурные как бы предпосылки реакции экономических агентов на вот эти вот ценовые сигналы, которые исходят из основных параметров денежно-кредитной политики, от стоимости кредита, его доступности, от валютного курса и вообще количество денег в обращении. Ну, поэтому, естественно, вариант, как бы, как ты говоришь, приватизации, он всегда остается. С приватизацией там, в общем, как мы видим, похоже, что, в общем, пока одни разговоры. Буквали... Всегда глухо, да? Так нет, фокус-то в чем? Ведь сколько шло довольно активных разговоров про эти пять интеграционных проектов, как они назывались. То есть, что интересное получилось? Во-первых, ну, мы с самого начала этот... Я этот вывод делал еще даже до того, когда он официально был признан, что фактически требование приватизации из условий, вот из этой матрицы антикризисного фонда Евразеса, оно де-факто пропало. И оно, в общем, действительно потом пропало, фактически эксплицитно, то есть качества контрольных параметров его там нет. Зато оно заменилось вот этими самыми модельными приоритетными вот этими интеграционными проектами. Сначала их было девять, потом их стало пять. И вроде как вот, ну, уже прямо сейчас были дедлайны, вот что-то надо решать. Ты имеешь в виду, Гомсельмаш, Росельмаш, да? Не, не, Гомсельмаш, Росельмаш, это наша идея. Это Росбилавто холдинг, теперь уже говорятся о холдинге, они даже не обмене акций. Маска, Мас. Это, значит, интеграл и Ростехнологии. Значит, это Пелинг и Роскосмос. Это Гродно-Азот и теперь уже, вероятно, Еврахим вместо Сибура. Вот что я еще забыл. А, завод колесных тягачей и оборонка. Вот. И, казалось бы, вот уже там дедлайн, и вот уже там надо ходить, там и прямо сейчас, в общем, какие-то там протоколы подписывать, значит. И вот буквально же на днях были встречи с Мясниковичем, с Медведевым, да? Вот. И там, конечно, ну, смешно на самом деле читать, потому что, вот что говорит Михаил Владимирович, да, под журналистом, под микрофоном. Наши министры отработали, необходимое решение Горопровисца, чтобы, если поставить не точку, то хотя бы приблизиться к логическому решению по тем или иным проектам. Вот. На что Медведев сказал, что я считал бы, что нужно точку поставить. Ну, в общем, как мы видим, пока, значит, ничего этого не поставили. Вот. Из всех вот этих проектов, значит, те, которые могут быть реализованы быстро, это МЗКТ. Значит, потому что там высока степень кооперационных связей, там, по большому счету, серьезных каких-то, ну, технологических проблем нет. Это вопрос МАЗа и КАМАЗа, который уже больше года, он прорабатывается в плане, там, какая схема, какие доли, кто, как будет управлять. То есть там практически все вот эти вопросы, так или иначе, давным-давно обсуждаются, и, соответственно, оценка предприятий тоже. А все остальное, это очень такие проекты далекие, особенно далеким является проект с Гроднозотом. Там вообще непонятно, как этот Гроднозот оценивать. И, то есть, сколько готовы заплатить те, кто потенциально мог бы заплатить. Вот. Берем, значит, те, что остались, по МАЗу КАМАЗу. Ну, ты помнишь, что сделал президент во время обращения народу и национальному собранию. Он сказал, что я на этот бандитский проект не пойду. Вот прямо так дословно. То есть речь шла о том, что сколько вы готовы, я вас спросил, сколько вы готовы в это предприятие вложить. Оказалось, денег нет. И вообще там какие-то за этим КАМАЗом маячат какие-то иностранцы. И, в общем, как бы вот на такую вот бандитскую сделку. То есть политически этот вопрос остановлен. Да. И вот, по большому счету, и все. Вот. То есть, АМЗКТ нам дырку не закроют. Ну, естественно. Там, в общем-то, это совсем не на ту величину продажи. И, ну, просто я говорю, что все остальное, даже технологически, если как бы не заниматься fire sale, да, то есть там распродажей побросывается нет, то ты, в общем, не успеешь этого ничего сделать. Вот. И, кстати говоря, я уже рассказывал о том, что, ну, зачем имеет смысл следить за тем, что вот как будет заключаться нефтяной баланс на либо остаток всего года, либо на только квартал. Ну, по нефтяному балансу, кстати, там тоже есть новости. Ну, вообще, как сказать, следующий раунд не новостей. Совершенно точно, да. Значит, Семашка заранее сказал о том, что они подпишут баланс на полгода. Вот. Правда сказал, что уточнил, что на третий квартал они получат столько, сколько и раньше, исходя из наших потребностей в 23 миллиона тонн. Вот. На что русская сторона сказала, что мы, в общем, только на третий квартал и планируем это подписывать. Опять же говорю, это интрига. Напомню просто, что я говорил. Это, значит, это важная лакмус и бумажка, которой можно судить, действительно ли эти два вопроса увязаны. Наши сейчас нашли юридическую лазейку, как пытаться развязать эти два вопроса. Вот. По всей видимости, значит, ну, у них хорошие шансы для того, чтобы их действительно не увязывать. Вот. Но, опять же, я к чему это все веду? К тому, что вопрос-то ведь не, собственно, не в нефтяном балансе, который у нас, значит, шантажирует ради того, чтобы ускорять эти процессы, а в том, что, как бы, так или иначе похоже, что приватизация понадобится для того, чтобы стабилизировать текущий счет по итогам этого года. Вот, либо для этого есть, ну, то есть, либо необходимы какие-то другие вещи. Так вот, значит, что я как раз хотел сказать. Значит, Петр Петрович Прокопович, который у нас отвечает теперь за все. За макро, за микро, за модернизацию, значит, за исполнение основных параметров социально-экономического развития, контролирует все. Вот, недавно был Белорусский промышленный форум, вот, и там, кстати, там и Семешко выступал, и, значит, помимо Петра Прокоповича, вот, ну, поскольку он промышленный, речь шла о промышленности, там отчитывались, как у нас, в общем, все хорошо, все в порядке идет, вот, на только 20% предприятий, значит, промышленных, значит, еще пока, вот, собственно, эта модернизация не идет полным ходом, там, в последней стадии идут вот эти, так сказать, согласования, там, бизнес-планов и объемов финансирования, остальные уже активно осваивают, значит, эти средства. Так вот, я, собственно, к чему, значит, иду. Сама эта модернизация выдвигалась как лозунг для того, чтобы, значит, в ситуации экономического равновесия, достигнутого в результате той вот макрокорректировки, вот, катастрофической в результате кризиса 2011 года, с тем, чтобы в этом, в этой ситуации равновесия постараться увеличить равновесные, не создающие экономические дисбалансы темпы экономического роста. Что же происходит по мере того, как эта, вот, вот, модернизация начинает наполняться, значит, неким содержанием? Да. Значит, во-первых, как я уже сказал, мы уже не находимся в ситуации того макроэкономического равновесия, в котором предполагалось эту модернизацию запускать. Вот. Более того, как только она стала такой вот всеобъемлющей, масштабной, комплексной, она фактически сама же, если в тех масштабах будет выполнена, она потенциально может стать угрозой для этой самой макростабильности, потому что она же фактор вот этого роста, который стимулирует внутреннее потребление. Ну и одновременно оказывая давление на инвестиционный импорт. Вот. Это вот, то есть, я цитирую, модернизация, охваченные практически все предприятия страны, более пяти тысяч имеют программу модернизации, приступили к ее реализации. Однако, там есть очень важный момент. Значит, что нужно для того, чтобы, так сказать, эта модернизация способствовала или, по крайней мере, не вредила хрупкой макроэкономической стабильности? Вот об этом мало почему-то вспоминают, а вот Петр Петрович напомнил. Значит, эта модернизация должна привести к увеличению экспорта настолько, чтобы вот этот самый дисбаланс, значит, закрывать. У нас планами на этот год запланирован рост экспорта на 15%, пока он сокращается. Вот. И в условиях сокращения этого самого экспорта, значит, вот появился новый контрольный параметр. Точнее, цифры. Параметр тот же, цифры другие. Значит, ну вот, на основе модернизации, повышения производства, повысить жизнью уровень, ля-ля-ля. Значит, конкурентоспособность продукции, значительно нарастить экспортный потенциал, подчеркнулось. При этом он напомнил, что задачей промышленности 80-85% всей продукции экспортировать. 80-85. Значит, чтобы было понятно, что такое 80-85, сравним это с тем, что было во время вот того самого бума, когда с руками отрывали, как я уже говорил, все. Это примерно мае-июнь. То есть мы где-то к июню, значит, уже фактически вышли на положительное внешнеторговое сальдо тогда. Если не считать вот элементы разовой, а именно бум ввоза автомобилей, потому что, ну, стоял дедлайн введения повышенных пошлин, да, когда шла эта для физических лиц унификация с российскими. Вот, поэтому набирали, там буквально это был последний месяц единственный, в котором это все происходило, а потом этот эффект пропал. Так вот, если их исключить, там уже мы выходили на равновесие. Так вот, тогда этот процент, он составлял порядка двух третей. То есть 65 где-то процентов. 80-85. В условиях ухудшившейся внешнеэкономической конъюнктуры. Как можно получить 80-85? Я только что об этом говорил. Единственный способ получить такой параметр сверх того, когда это все обеспечивалось естественным путем, в момент, когда наша промышленность имела другую структуру, эффективнее реагировала на сигналы ценовые и курсовые, значит, это только руками то, что называется становиться экспортно-ориентированным, а именно сокращать внутреннее потребление. Сокращение внутреннее потребление, которое сейчас растет. Да. А что такое сокращение внутреннего потребления? Это значит, меньше зарплаты платить? Да, в том числе. Ну, как-то. Ну, понимаешь? Не понимаю. Так вот, фокус-то в чем? Основной-то причиной вот этих всех дисбалансов-то было, на самом деле, даже нисколько то, что, понимаешь, вот, должен сказать такую вот важную вещь. Это вот одна из моих, такая такая меокульпа, да, о том, что я в свое время вот этот, как бы эту метафору жизни непосредством, как бы придумал, как, что ли, вот, ну, некое обозначение вот этого самого дисбаланса отрицательного сальдо текущего счета, да. То есть, фактически, мы вынуждены были финансироваться остальным миром в том, та величина внутреннего потребления должна была, чтобы кто-то находился, кто готов нам был за это платить. Ну, главным образом России, вот, но, тем не менее, это вот весь остальной мир. И вот почему-то так получилось, что когда власть эту метафору тоже стала использовать, она, тем не менее, ее переформулировала как то, что, мол, это мы много, значит, едим, там, покупаем чего-то, да, вот. Вот, нужно затянуть пояса. Вот, фраза такая звучала в 2011 году. Хотя в действительности основной вклад как раз-таки был инвестиционный. Теперь же в ситуации, когда, значит, ну, инвестиции же ты не сократишь в ситуации, когда нужно проводить комплексную модернизацию, да, а получить нужно, значит, еще больше результат, чем тот, который был в более благоприятных условиях, когда происходила девальвация. Ну, иначе как снова прийти за потребителями, тут, в общем, ничего не прослеживается. Если, конечно, эти 80-85 процентов, да, это не просто слова, на что я искренне надеюсь. Я вообще искренне надеюсь, что вот и модернизация в итоге окажется обыкновенной компаниейщиной, потому что в том виде она сама уже не решение, а часть, создает часть, фактор проблемы, да. И более того, когда она, если она будет исполняться, то для успеха ее, для того, чтобы кризису не привести, нужно, как я уже говорил, уже сознательное, то бишь административное, рыночным способом уже, ну, то есть сверхравновесного, снижение внутреннего потребления домохозяйства. И получается забавная ситуация. Для чего придумывали модернизацию? Для того, чтобы обеспечить темпы роста, которые смогут закрыть вот этот наш гэп, разрыв в доходах с сопредельными странами. Иначе это серьезная угроза. Ну да, правильно, это звучало. Догнать Европу. Теперь же у нас выходит что? Что у нас для того, чтобы эта модернизация достигла успеха... Ну да, или хотя бы не утопила все. Да, нужно, на самом деле, теперь уже совершенно противоположное. То есть инструментом успеха модернизации становятся действия прямо противоположные тем, которые были когда-то целью этой модернизации. Это к вопросу о том, как благими намерениями дорога в ад вымощена, да, осталось только выяснить, где же мы вот с этой, как бы, значит, дорожки свернули. Вот, а, ну, как бы, тут вопрос какой. Свернули с этой дорожки ровно тогда, когда выдвинули лозунг модернизации вместо лозунга структурной перестройки. И фактически тем самым начали структурную перестройку в противоположном направлении, то, о чем я говорил. Вот, если коротко, как бы, ситуация, в которой мы оказались, пока еще это не... То есть такой выпуск был, скорее, обзорно-прогнозный. Ну, поскольку событий мало, но в данном случае очень важно составить общее, как бы, макро-впечатление о том, где же, на каком же свете мы находимся. Ну, конечно, лозунг возврата к докризисной модели, он очень интересно играет. То есть получается, что все-таки мы куда-то движемся, да, и какие-то новые лозунги выдвигаем. И модернизированная экономика тоже будет не та докризисная экономика. Но ситуация, как бы, даже, может быть, не модель, а ситуация, она почему-то остается или даже возвращается скорее к докризисной, причем в негативном смысле. Так вот о чем речь идет. И еще раз говорю, что ведь как только ты начинаешь заниматься имитацией вместо настоящего лечения, да, ты фактически усугубляешь только ситуацию. И это ровно то, что мы сейчас делим. — Хорошо. Как мы будем... Ну, ладно, об этом, наверное, надо говорить гораздо позже. — Кстати, я еще пару слов хотел сказать на тему вот этой самой нашей модернизации. Мало того, что у нас лозунг, в общем, во многом позаимствован. Ну, Медведев, ты помнишь, в свое время этот лозунг выдвигал. Потом мы позаимствовали у них еще название, как президент говорит, мощные, значит, государственные программы, да, как это, подожди, как же, как же. Приоритетные проекты, национальные проекты, во-во-во, вспомнил, национальные проекты, это то, что в свое время еще будучи вице-приемником, так скажем, значит, Медведев, вот тогда его поручили курировать вот эти национальные проекты. Они у нас даже, значит, перенимаются. Но я еще вот такую нашел забавную аналогию, следя за событиями, которые в Российской Федерации происходят, там сейчас ситуация во многом, ну, они, на самом деле, много наших ошибок повторяют. В частности, значит, пришли они к очень особому управлению экономикой, там же ты видишь, что сейчас президент, старый новый президент, он недоволен действиями правительства. Ну, все как у нас. А почему? Потому что, когда он год назад стал президентом, он там напринимал сразу много указов таких, как бы, которые все тогда думали, что они, ну, имеют только литературную какую-то ценность, а не, значит, экономическую. Вот, потому что, ну, либо они не были осуществимы, либо они, если их осуществлять, то они вредны. И вдруг внезапно, оказывается, проходит год, и там совещание о том, что, а вот нет, вот контрольные параметры же нужно исполнять, даже если они были не реалистичны, да. Это напоминает что-то. Так вот, еще раз подчеркиваю, в мае прошлого года, значит, указы президентские в России принимались. Среди прочих, создание модернизации 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в 2020 году и увеличение производительности труда к 2018 году в полтора раза. Полная аналогия тому, что мы буквально через полгода начали называть нашей модернизацией, а именно создание... Даже слово модернизация есть. Да, 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 высокопроизводительных, создание высокопроизводительных рабочих мест, ну, у нас это было, значит, выручкой на одного занятого, да. То бишь, совершенно все один к одному результаты, собственно, в России-то уже год эти указы выполняются. Там, в общем, как бы ВОЗ и ныне там. Новые рабочие места создаются, но создаются они, на самом деле, даже хуже, чем старые. Ну, это российская особенность. У них там приток неквалифицированной рабочей силы, за счет этого, в основном, получается экономический рост. Вот, плюс у них занятость растет быстрее экономики, то есть за счет и естественного прироста, и за счет эмиграции. То есть получается, что и эффективность в целом снижается, то есть результатов, в общем, никаких нет. Так что вот мы позаимствовались с точностью даже до формулировок эти все идеи. Модернизацию, которая не работает. Именно. Так я вот к чему это веду? Еще одно доказательство того, что это имитация. То есть мы заимствуем чужой лозунг неработающий, называя это... Почему Путин-то сейчас делает вид, что это не имитация, если возможна такая вообще словесная конструкция? Ну, это ровно так же, как когда мы пишем планы 8,5%, а потом требуем от правительства, почему же вы их, собственно, исполнить не можете. Ну да, для этого и нужны 15 страниц. А насчет сокращения внутреннего спроса и вообще за тем, что надо как-то получаться как-то за потребителями идти, есть один маленький момент, про который вообще, наверное, я не знаю, либо о нем говорить много, либо мало. В данном случае, скажем, мало, потому что это вот... Потому что время программы уже закончилось. И кроме этого еще есть, скажем так, варианты, ну, то есть либо из той же серии, либо это будет исполняться, либо, значит, нет. Это то, что вот вообще, знаешь, как в экономической аналитике очень интересным является даже анализ не сколько того, что говорится, сколько того, что не говорится. Помнишь, как у Шерлока Холмса, Ватсон, вы не заметили ничего необычного в этой собаке? Ну, Холмс, она же не лаяла, так вот это как раз и было необычно. И вот как раз по отсутствию медийного, фактически почти полное отсутствие медийного освещения, решение, которое фактически уже готово. Мы знаем, что проект указа, он, я так понимаю, согласованный, уже находится на стадии внесения президента. А именно, это речь идет о неприватизированном гражданами жилья, ставшемся еще советском. Значит, и там почти 400 тысяч квартир. Значит, с учетом того, что там, ну, реалистично, скорее всего, проживают два с копейками человека, да, это, в общем, весьма немалая величина, это примерно 10% там трудоспособного населения у нас, значит, получится. В общем, если 400 тысяч квартир умножить на два с копейками, это 10% реально населения. Ну да, даже так, виноват. 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 Вот. Это, ну, то есть общего жилья, это около 14%, 14-15%. То есть это немаленькая величина. Значит, решение довольно простое. Значит, то, что неприватизировано, либо до конца года приватизируете, либо, значит, оно становится арендным. Ставки там сейчас 20 тысяч белорусских рублей за квадратный метр. Ну, то бишь, несложно посчитать, что это, как говорится, величина резко вырастает по сравнению. Да, но это базовые ставки. Там же еще есть устанавливаемые исполкомом, в зависимости от местоположения, значит, повышающие коэффициенты. То бишь, по идее, решение беспроигрышное, да, то есть с любого конца выбора, который поставлен перед людьми, государство заработает. Либо заработает на приватизации, либо будет получать эту, значит, арендную оплату. Да. Но, опять же, 10% всего населения, да, то бишь, там от электората еще больше. И решение, которое задевает огромное количество людей. Причем задевает весьма ощутимо. Еще раз подчеркиваю, что согласован, разработан и готовится к направлению президенту. Никакого, не то что обсуждения мы не видим. В прессе практически об этом ничего нет. Кроме вот сообщений информагентства. Собственно, это и есть своего рода затягивание поясов. Да, то есть, вот он нашелся способ, куда некие экстрадоходы спокойно прибрать. Так вот, в данном случае, значит, я сделаю такой, как бы, ну, что называется, educated guess. Значит, такую, как бы, некая догадку относительно того, чем эта ситуация может закончиться. А в том числе на основании того, почему нет медийного обсуждения. Потому что так или иначе от подготовки должна быть. Ты же знаешь, как всегда, как бы, государство решает проблему. То есть, ситуация, которая сейчас людям упадет на голову этот указ? Получается так. Более того, о времени, как ты понимаешь, для того, чтобы принять решение, очень немного. Соответственно, ну, то есть, обычно происходит вброс, то есть, рассказ о том, как же... Почему это хорошо? Как же не, сначала, не-не-не, сначала нужно акцентировать проблему и начать ее обсуждать. И по мере того, когда оно в головах станет как проблема, что с ней нужно что-то делать, тогда и предлагается совершенно веренно. И то, что вся вот эта вот технологическая процедура разработки этого указа им не сопровождалась, то бишь, собака не лаяла. Вот это-то как раз и является странным. Значит, так вот, мой educated guess заключается в том, что, скорее всего, это решение постигнет та же судьба, которая касалась тарифов на ЖКХ, в частности, электроэнергии. Вспомни, как стояла цель сокращения перекрестного субсидирования, кстати, она же стоит и в России, то есть, ничего нового мы не говорим. Да, соответственно, речь идет о том, что высокие тарифы, значит, для промышленных потребителей компенсируют низкие тарифы для населения. Для того, чтобы увеличить конкурентоспособность промышленных потребителей, нужно эту ситуацию как-то слегка выровнять. Да, значит, точно так же, вот это, значит, инициатором, то есть, я почему провожу аналогии, инициатором выступало конкретное ведомство, в данном случае Минэнерго. Про Минэнерго было много шума. Чем все в итоге закончилось? Арестами. Совершенно верно. А до этого чем? В общем, когда президент сказал, что, а вы посчитайте, я вообще думаю, что у вас там, на самом деле, половина воровства, и в действительности вполне возможно, что население уже платит те проценты, которые должны быть к 15-му году. И разберитесь, значит, что же там в действительности с ценообразованием происходит. Тогда, когда мы анализировали эту ситуацию, я предположил, что, ну, вот, как бы игра, красивая игра, значит, царь хороший, бояре плохие, да, то бишь пострадало руководство Минэнерго. Еще было несколько таких креативных вещей. Ну, у нас же вице-премьер Тозик отвечает за вот социалку, да, помнишь, у него там была идея, а давайте сделаем платным посещение там поликлиник, еще там много чего-то такого. И все они тоже закончились тем, что президент сказал, и хватит, буду ражить. То есть ты думаешь, президент в обиду собственной неприватизированной жилья так сказать не даст? Если, конечно, избирательная кампания началась, то я думаю, что тогда мы должны увидеть полный аналог истории, значит, с Энерго, да, и, значит... Но при этом ведь те люди, которые уже начали сейчас приватизировать свои квартиры, они все равно доходы принесут. Нет, разумеется, конечно. Но я просто к чему, что вот это тоже еще, вот судьба вот этого вот решения, она в действительности как бы тоже будет с таким, ну, вот, AC-тестом, да, такой проверкой, боем. И, конечно, действительно ли наша догадка о том, что, значит, теперь мы находимся в режиме избирательной кампании к 15-му году. В том числе модернизация – это один из лозунгов, с которыми мы на знаменах должны к этому 15-му году прийти. Вот. И, ну, если это правда, то тогда, в общем, ну, можно будет многие другие вещи предсказывать. И понятно, что тогда вот у этих планов, про которые говорит Петр Петрович Прокопович для того, чтобы снова вернуться на траекторию экспортного роста, ну, в общем, как бы довольно мало шансов на осуществление. Потому что они, потому что они, как я уже говорил, предполагают заравновесное ограничение внутреннего спроса, в переводе на русский язык, ограничение, затягивание поясов населением. Вот. Соответственно, опять же, тогда уже, почему я, собственно, об этом говорил, тогда уже вопрос, а что же тогда будет со всей этой модернизацией, если у нее пропадает инструмент, который позволяет не, так сказать, не дать этой модернизации, стать фактором макроэкономического неравновесия? Дисбаланс. Совершенно верно. Ну, собственно говоря, вот на этой… На этом интересном выводе. На этой, да, оптимистической ноте. О том, что нужно подождать еще немного, да, и все станет ясно. Ну, фактически, да. Так вот, я просто к чему, что вывод-то, на самом деле, очень простой, что имитация, она даже не безболезненна, да, то есть она, ну, это только кажется, что она, ну, скажем так, ну, ну и ладно, да, поговорили, и ничего не будет. Да, на самом деле, деньги осваиваются. В нашей ситуации… Станки работают. Да, совершенно верно. В нашей ситуации даже имитация этой модернизации, она опасна. И чем дольше мы будем оттягивать, значит, необходимость принятия действительно настоящих структурных реформ, а не тех, которые идут, ну, как побочный эффект вот этой самой имитации, а именно, еще раз говорю, ухудшая структуру нашей экономики, тем, как бы, в общем… Цена выше будет та высота, с которой придется падать. Да, 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 совершенно верно. Так что, ну, еще раз говорю, что это лишнее подтверждение того, что без радикальных экономических преобразований ни с, как бы, сохранением макро-равновесия, ни выход из вот этой ловушки, бедности, ловушки низкого роста не будет, и все большее количество этому подтверждений. Вот, как бы, надеюсь, что вот это рано или поздно, ну, скорее всего, поздно, потому что нужно еще будет увидеть, что, так сказать, модернизация действительно результатов не дает. Но в любом случае, как сказать, уже все меньше остается способов нашим экономическим властям спрятаться за тем, чтобы не признавать правоту этой точки зрения. Все меньше времени, чтобы подстелить салон. Совершенно верно. Все, на этом, я думаю, мы… Да, 103-я передача «Экономика на пальцах», Павел Свердлов и Сергей Чалов. До следующего четверга, надеемся, что вот ровно в 14 часов, да. Спасибо за внимание, всего доброго. До свидания. До свидания.